друзья гости и подписники всех витаю на своем канале сегодня у нас 18 березня прошел только что дождь бачите капельки все на воробье есть прошел дождь погоды не мапчала сидит никто не летает никуда общем похолодало нормально як есть такая пословица готовьте сани летом а мы будем готовить наши райловки по максимуму сделаем подготовим ну сделаем так скажем ревизию что я друзья хотел самое главное показать всем ролику я поймать как привлечь до жарой до ящика до ловушки без холстика все мы знаем знаем привыкли вишаем на переднюю стенку холстики то я обычно я уже два года подряд те же будет третий сезон и киа своим подписчикам ну просто раздаю отсылаю холстики прополюсованные дата пчелы их погрызла в общем уже скажем так на кондицию такую я вам сегодня покажу таки один метод диевой уже проверенный то есть я не придумаю там некий велосипед я уже прошел не один год и мужу с уверенностью посоветовать вам так сделать в общем давайте сейчас пронесаемся в мастерскую я вам все покажу погнали занес я ловушка мастерскую в общем надо сделать им ревизию дошу подстукать подкрутить подбыть в общем делать такую профилактику значит есть у меня ловушка вот такая все узко-высоко бастякова в кадрный лаза он только длина все он и ума на 6 рамочные но тут еще под рамочного пространства получается можно 145 по моим 17 сантиметров можно еще 145 одну ставить то есть если захода рой там первок какие-то то у тут ему место снизу вагон буду но так обычным они все-таки обычный 6 рамочные ловушки значит что я хотел в этом ролику вам показать есть у меня вот такие две ловушки одна сделана с фанеры одни из первых что я делал фанера 8 миллиметров и 2 ловушка умная из юсб кстати я к вам леток не маленький что думает она ну конечно шутка была неудачно такой неудачный полет с дерева метров 6 наверно вона загуркотила вниз и у цвы было такую дырку мы тут залипим кстати она тут была уже я закрывал ну фанеркой уже хочу дотолку все сделать я открутил ту старенькую сейчас новую сделаем ну и дотолку все доведем значит что я хотел друзья сказать если у кого не мая холстика что повешать на переднюю стенку внутри то понятно мы мажем там прополисом стеночки смазываем як бачите она у меня не крашена шута шутя ловушка шута ловушка они абсолютно не крашене то есть сбоку вам бачите да нема никакой краски но если придивиться бачите следы ну это уже конечно повыгорало я стараюсь каждый сезон и промазывать просто берем обычную рамочку с выбраковки на перетопку яку делаем расплавляем ту рамочку и мажем у твы мировой с воском с прополиса можно добавить шарик прополиса туда у кого есть и синема можно купить его в любом магазине ну влече найти чем хвостик допустим я бачи в интернете вообще этом цену такую за хвостики велят люди продают в общем космическая цена значит что мы делаем расплавляем выбракованную рамку в любой посуде берем кисточку и обмазываем полностью ловушку снаружи и буду давать такие запах что любой рой почуя цей запах даже солнышко с любой стороны это при свита чуть-чуть шоу тепло пиде так и буду запах обалденный стоять я вам ну друзья я уже провериться на один год за одни из первых им уже по 6 год сам ловушкам и ловлять вон и раи одних самых первых то есть быстрее чем сюда залетить рой у тебя ловушка поймает быстрее чем у тебя ловушка с хвостиком поймает в мене их не багато цих немая моя такой цели там наловить кучу кучу райов мене пасека и так скажем не маленько то есть ми не хватается больше хобби просто там ну як рыбак охотник мене поймут значит шоу приступаем сейчас показываю я кец и делаю ингредиенты скажем так целую собачки обрезки с рамки черно суш взяли можно один шарик прополиса кинуть и добавлю чуть-чуть воска закидаем котелочек очень ну шо зелья наши уже кипыть все забыл сказать вам добавьте грамм 100 150 смотря в кое-ка емкость чем делать будет и варить водички потому же как может пригореть я сразу не сказал вам что прикрутить хорошо раз кипыть и сейчас начнем пошел принципе можем начинать берем кисточку сейчас на минимум прикрутим хай потихонечку чтобы было горячее значит шо кисточка ловушка у нас ты бумажку шо кисточка ляпала сильно на стол и начинаем промазывать тем самым мы защищаем ловушку от влаги никакой дождь ничего нам не страшно и даем хороший запах нашей ловушки все не нато влага тут не страшно также делаем заднюю стенку сушу мы отремонтировали так само нияко влага и уже не страшно все фанерки ну запах конечно классный углы тут у меня на просиликоне не вообще на силикон садил так что тут вообще проблем не яко можно по мере убывания добавлять водички чуть-чуть но можно пригорать я принципе можно было больше сделать на меня всего на две ловушки не богатыми ну а что на это красота запах ставить отдыхать нужно так наверно выключу пока все и нам не надо на яркий холстик и буду такие штиль стоять возле ловушки я вам докажу и покажу все на практике шура и ловаться ловушка в два раза лучше чем просто с холстиком цешу касается наружного обрабатывания ящика и комплектации рамками значит самый верх начнем цех холстик я ну нема холстика цены проблемой у меня просто холстики есть то я ложу их просто сверху рамок можно даже у кого есть холстик подогреть горелочкой горячий вот этой прополис что есть на холстику и вообще вот так его приклеить до рамочек ну цешу по внутрянке значит теперь комплектация значит крайнюю рамку я и правило ставлю либо пусту с проволокой так как бачки ну кстати выдана вам еще остался воск с прошлого роя на стенках строил и значит крайне рамкам она и правило либо овощина либо проволока вторая рамочка светло сушь чё светло сушь потому что вот допустим из поймала рой если мы наставим все и черную такой суши то есть но нам же надо эти рамки представлять все равно улики по-любому так помощница пришла нам надо представлять по-любому в улики эти рамки и шубаны намек это время счастливы то есть маточка уже можно засеять их и как раз улик хорошая светленько рамочка педа одну рамку также для привлечения ставлю черную одну всего одну это стараюсь не сильно черную ставлю такую более посветлее все равно светло-коричневую третья рамочка даже четвертая у нас еда опять светло сушь у кого немая можно ставить ващину потом опять ставлю рамочку с ващиной и 6 рамочка у нас получается проволокой то есть одну по-любому я им оставляю с проволокой две ставлю ващины и 3 суши значит ващина сушь светла сушь темно сушь светла ващина и гола проволока таким образом я комплектую рамочки вони на цих проволоках на голок оттягивают хорошо языки потом эти языки мы переносим волей допустим за заставну доску вони отсюда выбрали медок то что они сюда наслаживали там нектарчик и мы потом цю рамочку берем всем языком и ставим следующую ловушку она тоже тоже хорошо я бы ну притягивая раи все весь секрет в ловле району конечно еще богата зависит от того где мы поставим наши ловушки то есть надо ну вблизи как правило каких-то пасек ставить вблизи сел там где всех селах есть у коисть пчелы люди держат там пасеки ну цих районах где-то примерно и ставить скажете что может 8 миллиметров бы тяжелого ловушка ну скажу вам так нам же не марафон снаю бегать постараемся подъехать куда где поближе ну и там уже недалеко какую-то посадку занести там уже какие-то 100 метров уже надо будет принести то есть тут без проблем все друзья кому было полезное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал на практике я обязательно вам все это покажу так охранник пошел значит на критику то его место почетно в общем на практике я вам обязательно покажу я поймаемся здоровой без холстика и распакуем роль в общем все друзья в следующих видео буду показывать все кому понравилось лайкаем подписываемся всем пока